Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем канале. Я сегодня вам хочу рассказать об одном очень простом приспособлении, которое сильно мне облегчает жизнь. Это приспособление для того, чтобы облегчить выпиливание каких-либо отверстий, пазов, круглых, квадратных, любой формы, в небольших деталях, в небольших по размеру деталях. Проблема заключается вот в чем. Если, предположим, нам нужно пропилить в какой-то достаточно большой заготовке, какое-то отверстие, круглое, квадратное, паз, что угодно. Проблема никакого нет, нажимаем струбцинами, рисуем нужную конфигурацию нам и пропиливаем лобзиком, как угодно. Когда же нужно пропилить в небольшой такой детали отверстие, то зажать уже очень проблематично. Тогда нужно иметь либо стационарный хороший нормальный верстак, либо стационарные, опять-таки, хорошие серьезные тиски. Но ни тисков, ни верстака у многих нет, особенно у домашних мастеров. И вот я придумал очень простое приспособление, на мой взгляд, очень простое, которое позволяет решать вот эти все проблемы. Задача достаточно сложная, дуб 40 мм толщиной, это не фанерка какая-то там 12 мм, вот в нем я делаю вот такие отверстия. То есть, это такие в стиле лофт, я делаю, мне заказали, делаю такие розетки под, вот такие розетки под теплые полы. Приспособление это выглядит вот таким образом, состоит из двух вот таких кусков фанеры. Покажу крупным планом, как это выглядит. 12 мм фанера и здесь толстая фанера, 27 мм. И вот еще два таких эксцентрика. С одной стороны и с другой. Сразу расскажу, для чего эти эксцентрики. Они для того, чтобы выстроить нужную толщину заготовки, в зависимости от того, какая будет заготовка. То есть, эти эксцентрики являются как бы упорами, для того, чтобы деталь не проваливалась в этом приспособлении, для просто упрощения фиксации. Сейчас я, значит, выстрою толщину 40 мм этих заготовок и покажу, как это все в действии работает. Все, вот я выстроил 40 мм. Помимо вот этого приспособления, еще нужно иметь три струбцины. Значит, одну из струбцины я закрепляю это приспособление к столу или верстаку. Делаем это прочно, достаточно сильно. И дальше вот что делается. Берется заготовка, она заранее засверлена, для того, чтобы туда пилка лобзика опустилась. И вот что делается. Ставлю так. Вот эксцентрики не позволяют детали туда упасть вниз. И как раз выстроено для того, чтобы в размер вот этой толщины этой детали. Это первое. И второе, что я делаю. Закрепляю струбцинами вот таким вот образом. Все. Закрепляем прочно, потому что заготовки толстые, из дуба. В общем-то не шутка. Все. И вот фактически является здесь, как получается, платформа. А вот эти еще, как бы, дополнительные фанеры, они являются, как бы, для электрического лобзика еще дополнительным упором. Чтобы лобзик, подошва его опиралась на большую площадь. Ну и теперь, собственно, сам пропил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Дуб 40 мм запросто при помощи такого простейшего приспособления. Можно работать с гораздо еще более небольшими деталями. С меньшего размера никаких проблем не будет. Продолжение следует... Проверяю... Все вставляется... Вот такое простейшее приспособление, которое я использую, и которое мне постоянно... Продолжение следует... Пригождается в моей практике. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Продолжение следует...